Договорились через час-два, час-двадцать там прошёл, а да ещё как будто и нормально всё. Я наоборот это недостатком считала почему-то, что я вот такая всегда… Это первейшее качество христианин. Да, даже не знала, честно. Это заповедь, носите бремена друг к другу. А в чём носить бремена? Это вот именно предугадывать ситуацию, да? Приходить там за пять минут раньше договорённого, то есть чтобы, допустим, где-то место встречи, уже ты должна стоять на месте до пришествия, понимаешь? Чтоб ты пять лет не ждал. Да, в этом и есть бремена. Это очень важно. Ну вообще, Серёж, ты мне вообще как прям вот, я не знаю, родной, как будто я тебя с детства знала. А может ещё и раньше. Почему? Не знаю так. Это по благодати всё даётся. Так должно быть. Ты мне расскажи сначала, почему он предложил тебе это говорить? А батюшка вчера пришёл, сидели тут долго чай пили. А кто это? Настоятель к храму причащаешься у которого, да? Ну да, я у него очень давно исповедуюсь. Сейчас я к нему уже не хожу на исповедь. У меня как-то не по сердцу, потому что я его вообще уже настолько близко знаю. И, в общем-то, у меня как-то уже отношение такое... Вообще сейчас нету благоговений перед священниками, не знаю, как-то вот... Ещё вот в монастыре была, а там вот этот старец, как-то да. А так что ты ищешь? Может это грех? Не надо ничего искать. Ну, мы общаемся как друзья. Прямо уже вот, ну, настолько всё. И вот он стал рассказывать, что у него такие заботы. Сейчас там приходы новые он строит. Ну, старые храмы восстанавливает. Что вообще ему некогда и всё. И я сижу, слушаю и говорю, батюшка, ну, кто вам такие указания? Говорю, да, вы душами должны заниматься. Я говорю, где вообще рассказы о спасении душ человеческих? И вот так мы с ним слово за слово. И он говорит, а ты знаешь, мы после литургии договорились с прихожанами, что будем собираться и просто рассказывать, общаться. В общем, каждый будет свою какую-то проповедь готовить. И вот так. Приходи, вроде и расскажешь. У тебя жизненный опыт богатый. Я ещё так прям посмеялась над этим 36 лет. Правильно, а как? Это сектантский опыт. У них тоже есть чему научиться. Они каждый вот, допустим, из их приходов, да, они каждый рассказывают, как пришёл к Богу, свою историю рассказывают. Это очень полезный опыт. Опыт был такой, или ты первая? Что вот такого общения там в храме? Ну, у него кто-то уже так, говорил кто-то такое слово? Нет, никто. Да, мы собирались, мы изучали Евангелие. Например, открывали Евангелие, там читали. И уже батюшка нам читал там по святым отцам. Но это всё как-то вот было так сухо и так нет души, что вообще не воспринималось, так скажем. Даже как-то напрягало. И всё это очень быстренько у нас развалилось. Ничего не пошло. Ну, там один есть такой тоже, Серёжа, он в ВКонтакте есть, он такой тоже рьяный, и всё время говорит, что надо вот, должна быть любовь. И в слове любовь не надо по книжкам, надо вот как-то с душой и всё. Это делает всё Дух Святой. Вот без Духа Святого надо людям, в первую очередь людям рассказать о рождении свыше. То есть, что надлежит человеку от Бога родиться. Об этом вообще никто не знает. Они же об этом не говорят. У них, я не знаю, или запрещено об этом говорить. Они говорят, как прелесть какая-то. Если ты вдруг себя считаешь каким-то вот особенным, не как все, ну вот видишь, что ты чем-то отделяешься, да? Это как бы вот не есть хорошо. В чём я отделяюсь? Если я начинаю говорить Слово Божие, значит, я отделяюсь от всех, да? Да, кстати, вот. Значит, прелесть у меня, да? Я начинаю говорить не про то, что как пол в храме восстановить, да? Я говорю, да фиг с ним, пускай он там облезлый будет, но лишь бы там любовь была, и люди к вере истинной приходили. От избытка сердца, говорят, если у человека полом, там, стенами, потолком заполнено, то он об этом говорит. А если у тебя сердце Богом заполнено, через меня Дух Святой хочет говорить, он выжигает сердце моё, я не могу молчать, он заставляет меня говорить. Причём двух слов связать не можешь, а почему-то, когда именно вот батюшка приходит, у меня я не знаю, откуда там берётся. Меня вообще заткнуть не надо. Я уже сама себя там пытаюсь немножко сдержать. Батюшка передо мной сидит, а я здесь. Ну и тоже загоняют такие вот, тоже батюшки. На него навалили, ему там говорят это всё делать. Я вот просто на него смотрю, он бедный уже не знает, куда ему вообще разорваться. Домой уже там… Он просто делать ничего другого не умеет, наверное. Зачем там находиться-то вообще, если он неверующий, и вот это вот всё нестерящее на себе. Ну я же не могу сказать, что он неверующий. Да по делам, по плодам их, узнаете их, понимаешь? Как ты не можешь сказать, если у него… Если он говорит о Христе без перестана, то он верующий. Если он не говорит о Христе, то он неверующий. Всё просто. Нет, он говорит о Христе. Он как бы… Ну какие-то житейские-то у него тоже разговоры есть. Ну какие житейские, я не знаю. Что за житейство? Вот я всегда тоже говорю об этом, что у меня что-то вообще уже какое-то… Я раньше помешанная была на чистоте. Ну что, в квартире было всё. А сейчас всё. Я говорю, у меня уже это… Я приспокойно там лягу, и читаю Евангелие там… Ну или, вернее, сяду там, читаю лягу, там читаю какие-нибудь там книги, что-нибудь. Я говорю, у меня… Там не знаю, что у меня не проплесошено или что. Я говорю, у меня душа вообще спокойная. Мне это важнее. Дела-то они делаются, они само собой делаются. Зачем на них? Господь даст и силу на это и время этому сердцу отдавать. Как написано, что… Ищите прежде Царствие Небесное, и это всё вам приложится. Как приложение к жизни. А у нас безжизненный опыт только вот на поиск Царствия внутри нас. Он говорит, причём приложится, понимаешь. Не кто-то приложит, а оно само приложится. Ты считаешь, что вот у тебя вот этот поиск идёт постоянно, да, и как бы ты вот всё наполняешь это время поиском каким-то. И уже даже иногда, наверное, может отлукал вот такие мысли, что… Вообще эгоизм может у тебя какой-то, что ты вот постоянно уже об этом думаешь? Конечно, эгоизм. Это самый натуральный эгоизм. Я только об этом и думаю. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я тоную, я ни на кого не надеюсь. Мне спасаться, душу свою спасать надо. Ну, у меня, видишь, у меня вот так, вот так-то у меня мысли придут, что я эгоистка, что надо послужить вроде и ближним, как бы всё. Хотя, с другой стороны, посмотришь, вроде всё и нормально, всех всё устраивает. Ну, что значит послужить? Люди начинают обижаться, это знаешь, это по ревности. Мирские обижаются на христиан, на домашних даже, что они больше любовь Богу отдают. Богу. Но это заповедь, кто будет любить домашних там больше меня, говорит Господь, тут не достоин меня. А батюшка сказал, надо как бы вот ближнему дому служить и как бы убирать вот это вот своё на второй план и служить ближнему. Ой, Господи помилуй, уже знаешь, такая каша бывает в голове, что просто… Кстати, мы со Светой прям так хорошо сдружились, общаемся. И вот вчера как раз с ней разговаривали насчёт того, что она… И сегодня у тебя проповеди вот услышала, с женщиной ты разговаривал насчёт того, что надо про Бога говорить или не надо про Бога говорить. Вот вчера только разговор был, что ей подруга пишет, а она с ней не хочет. Она говорит, а я не хочу с ней общаться, мне неинтересно, мне с тобой интересно, у нас с тобой про Бога, а с ней неинтересно. Я говорю, но если она тянется к тебе, скажи ей что-нибудь про Бога. Её скидки интересуют. Я говорю, а ты ей скажи, куда деньги сэкономленные можно потратить, кого-нибудь накормить там голодным и всё вот так. Ко Христу всё можно подвести, конечно. Всё, абсолютно, потому что у меня тоже отпали, отвалились подруги, а потом у меня всё равно совесть вызвала моя, что… Ну, это как бы я их, я их от себя. Они-то бы, может быть, и не против, и я думаю, вот будут… Я всё к Богу свожу. Нравится – слушают, не нравится – не слушают. Это уже как бы они сами. Если уйдут – это они уйдут. Конечно же, мы печём себя домашних. Так и написано, кто домашних не печётся, тот потерял веру и хуже неверного. Конечно, мы и любовь отдаём в полноте. Но они ревнуют, понимаешь? Они ревнуют. И их ревность вот именно так выражается. Вот смотри, я у тебя что ещё хотела спросить. Кто брату своему скажет – рака, да? Тот подлежит суду. А кто скажет – безумный, тот подлежит гиене огненной. Я нигде не нашла – безумный. Что это такое за страшное слово, за которое вообще гиене огненной? Ну, как, ну, дурак, там, идиот, там, всякое такое. То есть, серьёзно, если тебе сказали дурак, то… Ну, или ты сказал там кому-то дурак, то всё – гиене огненной подлежишь? В наше время слишком такое отношение к словам попустительское стало. Раньше люди к словам относились очень, как бы, с большим вниманием, прежде чем сказать – а мой сегодня ляпнул, и всё. Раньше, если говорил дурак, то он за этим подразумевал целое, я не знаю, там, целое приложение было. Вот, если он говорит дурак, он может и обосновать тебе, что ты дурак, там, вот, ты такой-сякой. А тот, допустим, не согласен с ним. То есть, он, получается, рвёт уже отношения с братом со своим. А тот говорит, ну, ты меня обвиняешь незаслуженно. Тут происходит вот такое… Человек-убийство. Тот обижается, понимаешь, у того обида такая нестерпимая. А этот обвиняет. Тут надо мирно ходить или к судьям идти, как бы. У нас сегодня такого мы даже не понимаем силы слова. Вот, и я про это недавно тоже думала, говорю, как раньше было. Раньше не было ни печати, ни регистрации, там, я не знаю, в ЗАГСе в каком-то. Сказал слово – всё, оно железное. Там отец сказал – всё. А сейчас она… Вот поэтому я и прикапываюсь в Евангелие, читаю, меня как зацепит какое-то… Причём одно слово, да? И я начинаю за это слово копаться. И ещё вот, знаешь, вот это… Если вы не превзойдёте книжников и фарисеев, то не войдёте в Царство Небесное. То есть это вообще чем превзойти-то мы должны? Ну, кто такие книжники и фарисеи? Это… Ну, которые исполняли чисто только закон. Нет. Это, видишь, это опять же преподносит в таком виде, что это негодные люди. Это… Это были… Если сегодня по наше время перекинуть, то это интеллигенция была, понимаешь? Это наикультурнейшие люди были. Угу. Это уважаемые люди были в обществе. То есть их уважали, они в культуре себя соблюдали. Ну, и в вере в такое. Но вера их была именно по правилам, по законам. Вот. Поэтому и Христос в этом должны превзойти. Вот. И по всем параметрам их превзойти. А в большей степени верить. Они по большей степени выглядели, а внутри они не такие были. Вот читаю бабушкину Евангелие. Пока Господь мне не послал это, я, если честно… Ты мне всё время говорила, тебе надо, 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 надо. Больше, больше, больше. Я уже такой баран, что как вот Господь послал это Евангелие, я уже как знак, знаешь, расценила. Что вот на тебе, на, читай, пришла тебе бабушкина старая книга, читай. Вот. Есть жаждущий, но он не понимает, что с ним происходит. У него жажда, к примеру, есть по слову, по вере, но он не знает. Вот так же, как эта Светлана. Она говорит, я обещусь, я не понимаю, что мне надо-то в этой жизни. А ей Господь, живой Бог нужен, живой Христос нужен. Вот. Поэтому сейчас много таких обременённых страждущих. Господь говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Вот поэтому ты должна воду вот эту с собой носить постоянно. С кувшином с этим ходить, понимаешь? Раз находишь жажду ещё, на-ка, браток, попей воды. Да, причём оно возьмётся, не зная откуда, потому что вот сейчас у меня даже в голове, особенно с тобой я разговариваю, да, ты, я знаю, что ты умнее меня, что ты там вообще всё знаешь. И у меня как-то вот не идёт, вот знаешь, ничего, потому что я знаю, что я тебя не превзойду, что ли, так скажем. Какая-то сразу такая стеснительность, или как, не знаю, это назвать. Вот. А встречаешь людей, которые вообще ничего не знают? Конечно. У тебя льётся, 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 льётся. Ты думаешь, откуда я вообще, я не помню, что я уже даже ей сказала. А она сидит, ревёт. Думаешь, ну слава Богу вообще. Так, да. Написано, у того из чрева потекут реки воды живой. Кто в Господа верит? Видно, что это Господь всё на самом деле, потому что ты вообще... Мне каждый день пишут там, что ты прелесть. Придётся вот такое выслушивать и терпеть это всё. Надо научиться своё, себя смирять под это вот ярмо. Господь говорит, гна ли меня и вас будут гнать? Ты понимаешь, ты за это всё получаешь такую радость духовную. Она вот эта вот душа, она вот, знаешь, наполняется. Это вот всё, чтобы вдох полный лёгких сделать, вот такой свежего, чистого воздуха. Вот оно евангельское вот так вот. Люди же, посмотри, они в мире вот с этими своими плотскими делами, они засыхают. Душа христианина, она как написано, и в старости сочные и плодовитые. Я словила эту радость позавчера, когда на меня кричали и вот так вот говорили, убери отсюда все свои книги, хотя лежал Библия, Евангелие. Что ты тут всё читаешь, ты полный ноль. А я просто вот спокойно, я вот так вот просто всё слушаю, вот просто вот с таким лицом. И правда, реально, вот ты говоришь, ну я на какие-то секунды даже словила радость. А потом уже себя поймала, думаю, может я позлорадствовала, что вот я такая, меня уже даже ругают, вот так вот книжки мои, Евангелие, швыряют. На этом учиться, только на этих примерах на всех и учиться. Это, может быть, возможно тебе от Господа даётся, что скоро в мире, может быть, придётся такое переносить. Так вот сначала на домашних научись, чтобы потом тебе там легче было. Может. Очень хочется, чтобы как можно больше людей почувствовали вообще, что ты чувствуешь, и познали Господа не так. Вот когда они стали уже подростками, уже стало, конечно, сложнее и в храм, и Богу привести. Ну вот сегодня уже так с сыном, ему 13 лет. Я говорю, смотри, молитвенной помощи попросили за мальчика. У него там что-то с мозгом помолиться. Я говорю, моя молитва такая, я говорю, а твоя сильнее. Говорю, ты ребёнок, тебя Господь, говорю, быстрее услышит. Говорю, давай ты. А она почему? Я говорю, а вот у него мама, вот она у всех просит. Смотрю, потопал. Ну, сюда вот как он пошёл, смотрю, так это стоит что-то там. Ну, какими-то вот такими я пытаюсь. Я не знаю, правильно, нет? Вот как-то. И всё правильно, конечно. Отогреть хотя бы, чтобы вот это вот какая-то доброта, жалость ко всем была. Милость. Вот, а чего они в храм хотят? Им неинтересно, потому что вот было собрание здесь в одном храме, он ездил. Так получилось, что с отцом он туда попал, на это собрание. И там вышла женщина. Просто обычная прихожанка. Ну, вот это было в храме, считай, как она проповедовала, да? Она, говорит, про раскол рассказала вообще про всё, что сейчас происходит. И он мне говорит, да так интересно рассказала, что ему было интересно слышать. Ему впервые в храме было что-то интересно слушать. И он мне пришёл и рассказывает с впечатлением. А если вот просто на литургию, и после литургии батюшка вышел, и там святых отцов просто по книжке зачитал как проповедь, там я-то ничего половину не поняла. Так ребёнок вообще... Как-то вот не знаем. Таких бы вот проповедников, которые бы души детские цепляли. У меня просто вопрос, что с детьми делать? Как с детям это? Да ничего не делать, что ты сделаешь? Ничего не делать собственным, только опытом и все. Ну вот никак. У них всё равно плоть, у них всё равно мирское, их притягивает это всё. Никак. Никто ничего не сделает. Они добрые, они такие вот... Дочка у меня такая вообще просто добрейшая, такая... Всем прибежит на помощь, я не знаю, всех там... Тут бабушку она спасала. Представляешь, бабушка ей позвонила, какая-то старая, просто ошиблась номером, а она была в школе. А бабушка это была из ближайшего города, из Коврово. И она упала в квартире, не могла встать, находилась одна. И в общем, не знаю, каким-то чудесным образом она телефон моей дочери набрала. Так моя звезда нашла в интернете номер телефона МЧС города Коврово, дозвонилась, вызвала МЧС, дозвонилась этой бабушке, узнала у неё адрес. МЧС на телефоне, дверь у неё там взломали. В общем, я говорю, ну звезда просто. Всё, разрулила в другом городе, бабушку спасли. Вообще, Господь как всё делает, управляет. Это вообще... Так всё вроде доброе, всё, но... Никакие там ни гулянки, ни дискотеки, нет этого. Но вот, чтобы вот так вот к Богу открыто молиться, им такого нет. Главное вот это вот удержать, сохранить. Я просто... Я знал одну такую... До 25 лет вот это в ней было. Понимаешь? Потом всё, мир сломал её, и всё. Сейчас она вот такая, как все, уже не верит ни людям, ни вот это... Ну, ты же понимаешь, что мир делает с людьми, с душами людей. Поэтому как его сохранить это... Опять же, мы пыжимся что-то там, как сделать, как помочь-то. А Господь даже об этом не думает. Он говорит, если не будет дано то от Отца, то... Да, я тоже тут всё думала, как он сказал. Позвольте... Даже вот так вот мертвецам, да, хоронить. Он просто прошёл... У нас там похороны, горе, мы все собираемся. Всё, а он просто прошёл и сказал, да пусть мертвецов хоронят. Он пошёл дальше. Да, насколько это вообще... Видишь, мы воспринимаем, у нас ещё такое, ну, как бы, ветхое понимание по образам вот каких-то чертей сковородок там каких-то вот. А ты же понимаешь, это вот промысел Божий сегодня полезно сопоставлять с научными теориями вот этими о пространстве, о неисчисленности миров, вот об этих всех законах физики. Ведь смотри, вот у нас сколько существует законов, и то они... Вот последние столетия сейчас уже... Они учёные говорят, всё, мы неправильно всё шли, придётся всё... Ну, все науки, как говорится, переписывать. Вот. Строение атома даже самого. Они сейчас говорят, мы думали, атом существует. Понимаешь, они как начали раскладывать этот атом, а там в этом атоме до бесконечности... Господь бесконечен как в макромире, так и в микромире. Есть такие частицы настолько малые, что они до бесконечности малые, представляешь? Что они переходят вот... И материя плавно перетекает в духовное состояние. То есть дух непосредственно связан с материей. То есть почему говорится вначале было слово, да и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть простое слово перерождается в материю. Ну, это невозможно, конечно, законами какими-то объяснить. Но это понять можно, что... То есть каждое наше слово... Оно материально, по сути. Ну, сейчас в эзотерике этого много всего. То, что мысли твои материальны, думай позитивно, думай там о хорошем, потому что мысли материальны и всё такое. Ну, вот, всё такое. И опять же, что такое царство? Вот мы представляем, как во сне нам, к примеру, приснилось, и вот мы представляем какие-то миры там непонятные. А это же всё... Это естественно, это те же законы определённые существуют. Ну, не те же, как на Земле, там, притяжение, тяготение, там, да, относительные законы всякие, физики. То есть, ну, как я понимаю, что такое душа, что такое дух, да? Ага. Это состояние для перехода в другой мир. То есть в духе мы переносимся в другое состояние. Ага. И в какое состояние мы перенесёмся, зависит от того, какой плод принесла наша душа. И если мы сейчас перенесёмся, то и естественно и после смерти также останется, да? То есть если мы при жизни уже будем с Господом, то и после смерти... Вот это же понять, мы должны понять это, что мы как... Вот здесь мы вот себя ощущаем личностью, да? То же самое там будет, ну, прям то же самое. Понимаешь? А что нечистые, туда не может войти. Если мы здесь не изменим своего вот этого, как бы вот этой мерзости в себе, то там не ты, скажут, вход запрещён, и всё, ты туда не можешь войти. Фейс-контроль не прошёл. Фейс-контроль, точно. Вот так и есть же, на самом деле. Ну как мы тебя пустим, ты сейчас развратишь нам тут всех, весь народ. Ну да. Ой, Господи, Банилла, как надо вообще тебя готовить-то, как надо всё ещё себя очистить и смыть, вот по крайней мере мне. Потому что ходишь в миру, и всё равно что-то налипает, всё равно осуждаешь, всё равно что-нибудь скажешь не то, обид. Это невозможно. Спрашивают у Господа, как можно попасть. Да, он говорит, человеком это невозможно, но не Богом. Это же очищает именно любовью, и мы очищаемся. До последнего себя надо выжимать здесь. Почему Господь говорит Царствие Небесное, не Небесное, а Царствие Божие? Видишь, есть Царствие Божие, а есть Царство Небесное. Ну да. Царствие Небесное – это там, где Господь находится, но Он устраивает Царствие Божие по подобию Небесного Царства у каждого внутри. То есть, для чего оно делается, в Царстве внутри нас? Это для того, чтобы мы могли подготовиться и почувствовать. Да, я ведь не разделяла это Царство Божие и Царство Небесное. В поведении себя подготовить, как мы там должны будем себя вести, то есть ощущать, как мы себя будем там. Вот именно в поведении происходят вот эти тренировки внутри нас. Ну правильно, если мы со своими какими-то градостями туда придем, только мы сами там просто не сможем от этого. Нас не то, что придем, нас туда и не пустит никто, кто не пустит, нас уже вот эти бесы здесь тормозуют, скажут, ты куда, дружок, собрался ты наш? Моя добыча. Это как смотрела фильм этого Стивена Хокинга. Он же там доказывает, да, вот эти вот тоже какие-то миры и все, и доказывает, что вроде как Бога нет. А я его посмотрела и говорю, а мне вот это еще раз доказало, что Бог есть. Вот он, говорю, сам хотел этим фильмом доказать, что нет, а доказал, что есть. Безумцы вообще. Про все. Ну интересно. Открывают бесконечность миров, доказывают бесконечность миров, и кто их создал, непонятно. Сами по себе они образовались, да? Ну да, он и говорит, что там произошел вот взрыв, там клетка с клеткой, ну, я тебе уже не помню, я тебе там по-своему передаю, столкнулась, да? Опять же говорю, и все там. Откуда взялась-то эта клетка, так ты же давай до конца уже. Ну, они, главное, об этом не говорят, откуда она взялась. Кто-то их должен был столкнуть, даже если так. Бедные люди, кто знает, что там с ними будет, что они себе приготовили в вечности, но мы-то, мы-то, Господа, чувствуем в сердце в своем. Это невозможно себя накрутить так. Я с одним спаржем, с инвалидом разговаривал на прошлой неделе, он говорит, вот, ну, он тоже так, ну, он как, и садится, сидеть может. В принципе, я только... Так, я так не делаю. Нет, другой совсем, я его не выкладывал. Вот, и он мне, как бы, ну, он такой, такой против Бога воюет. Бога нету, ты что себе придумал? Может быть, тебе так легче существовать, вот, ты себе так накрутил, и тебе так легче. Ну, ты вот накрутил себе, сделал вот такую себе оболочку. А я тебе говорю, а ты попробуй накрути. Я тебе говорю, ты попробуй накрути. Я не могу. У тебя и не получится никогда, потому что это, человек не может это накрутить сам себе. Это дает, только Бог дает, понимаешь? Ты вовстречный... Только любящим его дает. Вот встречный вопрос. Ты меня только что спрашиваешь, я говорю, то же самое. Почему ты можешь, а я не могу? Вот в чем дело. Потому что ты Бога еще, ты еще не любишь Бога, я же тебе объясняю. Я говорю, ну, если я это придумал, возьми себе, придумай, чтобы тебе легче было. Он говорит, я не могу. Я говорю, вот поэтому ты и не можешь, что я не придумал себе, а Господь это чувство существования дает. Это без Бога невозможно достичь. То, что вот мы имеем в сердце, это только... Мы накрутить это не можем, понимаешь? Возьми, попробуй себе накрутить. Вот смотри, я в детстве, у меня родители были неверующие. У нас ни икон в доме не было, ничего. У меня единственное, что прабабка была верующая, но я ее не знала и видеть не видела. Но я помню, когда папа приходил пьяный, я еще малявкой была маленькой, я лежала в своей кровати, и я молилась. Я говорила, Господи, пожалуйста, пускай папочка побыстрее уснет. Вот, я тебя прошу, чтобы он маму не ругал. Пожалуйста, я лежала, получается, я сейчас понимаю, лежала и молилась. Хотя я даже Слово Господь не знала, откуда-то я брала Слово Господь. Маленькая малявка вообще. Откуда? Никто мне не говорил это 100% про Бога. У меня то же самое было, и у меня никто ничего не говорил, что Бог какой-то есть. Я с самого детства молился Ему. Поэтому, да, Господь, он как-то, да, жалко мне теперь этого стало, мужчину. И что, ему невозможно помочь, чтобы он как-то это действительно... Как помочь, если он воюет с Богом? Он не хочет его принять, понимаешь? Он себе доказывает, что Бога нет. Ну, бес такой сидит, вот, и он его просто... Вот мозги его вот так вот сковал в обручь, такое, понимаешь, не даёт ему разливаться. Он, наоборот, в обратную сторону идёт, что Бога нет, хочет доказать. Так я говорю, зачем тебе это? Тебе же будет легче жить. Он мне пишет, да вот ты там, это самое, обуза, там, близким всё такое. Я говорю, да я не обуза. Мне Господь всё даёт абсолютно. А я всегда тебя в пример ставлю, потому что бабушке, он особенно своей, которая уже такая старенькая, и она приедешь постоянно там, ну, это как всё плохо, как всё у неё. А потому что без Бога это невозможно, это никак вообще. И я только Бога благодарю за это. Я не знаю, чтобы со мной сейчас было... Просто я два года без Бога жил, ну, первые два года после травмы, да. Ну, как без Бога? Бога я всегда знал, но у Христа-то у меня рождения не было ещё над Господом. А через два года, когда со мной произошло вот это, я, наоборот, ещё больше... Я уж не знаю, как это назвать, подвиг какой-то искал сразу, прям, когда рождение произошло, прям сразу захотелось Господу доказать, понимаешь, любовь свою. И я начал там искать, да что мне делать, а что мне такое совершить? Я сразу там от телевизора отказался, от мяса там, от всего, от... Ну, тоже продала, да. Я тоже продала, выкинула с дома. И тут же я говорю, боже, да ты мне давай там всё, любые испытания я там готов понести. Понимаешь, любые болезни мне давай, любые боли я понесу всё, любые боли. Это вот... Это есть как... Это как раз симптомы вот рождения от Бога. Ну, я болезни не просила, например, не знаю, было, у меня не было этого рождения. Я же говорю, у каждого своего, у каждого своё. Кто-то паспорта он рвёт, как этот парень молодой, он меня видел. Вот. Это есть как раз вот... Это не факт, что ты там будешь делать. Факт в том, что ты хочешь доказать уже любовь. Ну, это возьми-то любую... Это земные отношения между парнем и девушкой, правильно? Он-то... Он уже... Да, она тоже, если любит его, она уже всячески хочет доказать свою любовь. Это как бы... Ну, опять же, закон. То есть его нельзя отнести никакой науке, а это вот духовный закон. А мне получается так, наверное, чисто по-женски. Я постоянно просто словами... Я подхожу к образу. У меня вот образ есть, спаситель. Один такой прям любимый. И я подхожу и говорю. И всегда, когда говорю, я не могу, у меня слёзы. Я когда говорю, Господи, я тебя люблю, я тебя так люблю, я тебя так люблю, ты мне поверь просто, что я всегда... Я не могу без слёз вообще говорить эти слова. Вот не могу. Делами, может, какими-то я не могу, но я ему постоянно хотя бы словами это говорю. Не знаю, правильно это, неправильно. Мы по плоти, да, мы как-то хотим проявить вот такие чувственные отношения, особенно если женская вот эта вот часть души. Ну, это и в мужчинах есть такое, больше женское развито. Это чувственно хочет человек донести, но это не так. Господу нужна, знаешь, какая любовь? Именно в исполнении заповеди. Господь говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдёт. В этом мы только можем доказать ему свою любовь. Ну, по заповедям это вроде как... Не знаю. Ну, что сказать? Вроде бы как бы всё... Нарушаем, вот, опять же, страх, да, вот говорят. Мыслик, наверное, в сердце нарушаем. Страх Божий. Бояться, бояться обидеть Бога. Вот именно в этом страх и должен проявляться. Как только не исполняем мы заповедь, всё, мы тогда уже переживаем, что мы всё нарушили уже любовь, не выполнили заветы к Богу. То есть, ну, предаём его каждому вот этим нарушениям, нарушениям заповеди. Ты боишься, ты думаешь, как бы всё, чтобы по воле Божией, я не знаю, Господи, вот как ты хочешь. Не так хочется, чтобы был так, как хочешь ты, вот по твоей воле. А я не знаю, как бывает, понимаешь, вот прям какой-то страх, да, и боишься, что ты сейчас поступишь не по воле Божией, какой-то своей. Когда воля Божия, Господь всегда открывает сердце и воля его. Вот если Он не открывает это, значит, Он отдаёт на наш выбор. Вот. А как ты почувствуешь всегда, вот есть ситуация, да, и вот ты не знаешь, как здесь будет в этой ситуации правильно, по воле Божией именно, как нам нужно полагаться на своё сердце, что ты внутри чувствуешь? Или как? Как узнать по воле Божией, как поступить? На сердце вообще, на сердце вообще не полезно полагаться. Полагаться надо на Евангелие всегда. Вот. Для этого надо знать Евангелие хорошо. Ну, по крайней мере, у меня так бывает всегда. Я если становлюсь перед выбором, так, что нам Бог говорит? И всё, раз тут стих какой-то ни оттуда, ни отсюда, раз всплывает, и всё. Вот те решения вопроса. Не всегда. в Евангелии же сказано, что не разводитесь, да, кроме как за грех прелюбодеяния. Опять же, ты там, например, знаешь, что был этот грех, да, и вроде бы всё по-правильному, по Евангелии, а Бориска тебе говорит, а всё равно надо прощать. А Господь сказал, что всё равно надо прощать всем, и вам будет прощаться. Прощаться всё. И как бы уже ты не знаешь, как на самом деле. Тебе сердце так говорит, в Евангелии так. Священники так говорят. Как на самом деле, по воле Божьей не знаешь. Тут разумение, опять же, нужно... Петя, про лучи, вот, ну, такое описала. Я понимаю, я тебе ещё раз говорю, смотри, по разумению. Опять же, не то, что там это... Раз, а, всё, там, бывает, наговорили на человека, там, он тебе изменяет, всё, давай разводиться. Вот. Надо, понимаешь, это к чему относится. Это когда мужчина, к примеру, или женщина, они начинают, она начинает жить уже на стороне с тем человеком. Если это произошло, единожды там где-то по пьянке какой-то вот человека занесло, такие-то вещи прощать нужно. Нет, для меня так, для меня это всё равно не укладывается в голове. Не знаю. Это по плоти не укладывается в голове. Это всё плотское. Ну, возможно. А духовное, ты об этом даже и думать не будешь по духу. А чё мне это? Ты его пожалеешь только, да и всё. Он бедный человек, понимаешь, он пострадавший в этой ситуации, не ты. Ну, да. Бог на твоей стороне. Он плотью захочет, а не духом. Если бы он жить, то со мной духом остался. Да ради Бога, прощу всё, что угодно. Поэтому написано, но у всего разумения должно быть. Это Господь говорил именно, когда вот его ученики спрашивают, что почему ты говоришь в притчах? Он говорит, вам дано знать тайны царств иным в притчах. А что такое притча? Ну, это сказка такая вот бестолковая. Раз рассказал, да вроде чё, ничего не понятно, да. Кого-то песню за душу возьмёт, вот просто так прям ляжет в сердце. Да? Что такое притча? Притча целый смысл. И тут я же тебе прибавляю, опять же, к этому, к разводу, как нужно понимать заповеди Божьи. То есть её нельзя плоскости в одной понимать. Изменил, всё, пошёл вон отсюда, да? Ну, для этого притчи разумение нужно. Дух Христов. То есть ко всему нужно подходить вот с таким разумением, с Христовым разумением, ни со своим, ни с плотским. Вот, потому что плоть-то она решает вопрос всё быстро. Лучше всего в морду как заехать разок, и всё. Раз отрезал, отрубил. Ну, духовно, когда начинаешь рассматривать, там вообще противоположное всё получается. Там, оказывается, любить и прощать надо. Да, это как у меня там было вон на страничке в Евангелии. Почему не верят они в слова Христа? Потому что если всё, что он сказал, правда, то у них большие проблемы. Да. Ну, конечно. Надо привлекаться духовного человека, над этим трудиться, и надо каждый день думать об этом. Не в чувственном находиться расположении, в умовом, вот в этом мозгах размышлять, а в духовном состоянии. Это знаешь, это всё равно, я вот думаю, что это вот у тебя, вот ты мужчина, да? Тебе как-то всё равно это проще всё, рассудительность вот эта. А у нас у женщин всё равно какими-то порывами сердечными мы какие-то, не знаю, чувствами. Ну, понятно. Поэтому женщина, она и называется замужем. Да, да. Я чувствую, что своими мозгами-то куриными никак, что надо у кого-то спросить, над кем уже Господь, потому что Господь-то над мужчиной непосредственно. Даже, говорю, рисунок, вот этот там бог, муж, жена. Но это не обязательно. Господь и женщина тоже открывает. Были жены мироносицы, мы знаем, и Мария Магдалина, она же апостолом каким была. А вот, кстати, да, она же была апостолом. Я тут фильм посмотрела. Там так её вообще выставляют. Я до слёз просто. Этот фильм мне на душу лёг. Я тут сестре одной сбросила. Она говорит, ты мне скажи, ты над чем здесь вообще ревела? Я говорю, да я не знаю. А чё, какой фильм-то? Иностранный фильм? Мария Магдалена, да. Вот последний. Новый? Да. Молодший какой-то фильм. Да. Она говорит, там как-то всё мутно, там выставляют её чуть ли там. Она вообще там Христа любила, ну, типа как женщина даже. Ну, вот как-то так, ну. Но там её настолько, вот он ей такие слова, у него там с ней такие беседы. Я не знаю, мне понравилось. Мне обычно чё-нибудь, чё понравится, другим не нравится. Не знаю. Я тебя сброшу, если хочешь, что я посмотрела. Ну, не очень. Я прям плакала. Ну, скинь, я посмотрю. Ну, опять же, плакала. Да, опять же, это чувство. Это чувство всё. Это всё чувство. Чего они чувствуют? Ну, а чё ж мы не роботы? Что такое чувство? Это чувство. Чувство относится к рецепторам, понимаешь, что у тебя в мозгу находится. Вот шоке на языке есть вкусовые рецепторы, вот такие в голове есть у тебя. Ты их раздражаешь картинкой какой-то или музыкой какой-то, и всё. И возникают у тебя ощущения, чувства. У нас должны другие... Я его чувствую, понимаешь? У нас должно быть чувствование, как во Христе Иисусе. Вот как? Вот как я Бога тоже чувствую же? Бога совершенно по-другому. Это трезвые ощущения. Какие эмоции бывают при Господе? Это только радость, понимаешь, духовная такая вот... Она вот захлёстывает, это там нет вот такого воздыхания какого-то или гонит вас там, злословит, а у тебя на всё одно только радость и всё. А как помнишь, написано «радуйтесь», и ещё раз говорю «радуйтесь». Ну да. Всегда радуйтесь. А я что значит? Это потому что чувствование во Христе Иисусе оно так и выглядит. За всём. Ну что ты, говорит, как дурак, улыбаешься? А я не могу. Я не могу не улыбаться. Ну это правда, на самом деле. А, мне, кстати, тоже говорили. Чё, всё время улыбаешься? Поэтому вот оно. Его надо научиться различать между умовым такой радостью или переживаниями. Не, ну а чё плакать-то нельзя, когда вот так вот прям... Да это можно, но я же ещё раз говорю, это всё по плоти, человеческое. Это не духовное. Это можно, это не грех, но просто в этом развития нет никакого. А духовное – другое развитие. Оно как бы... Ну, я не знаю, это понять... Пояснить. Почувствовать нужно, когда ты... Во! Христовое чувствование, да? То его уже... Ты мне там никакими этими не перебьёшь. Ну, в общем, это надо, наверное, всё почувствовать, и чтоб Господь это, да, как-то прям чёткое развлечение ты уже там помнил. Ну, это как, и вам ещё... Я же говорю, это женское всё. А вот я и говорю, я и чувствую, что это женское, что мы какие-то немножко всё равно... Не как мужчины, но... Так Господь создал. Он же нам и чувства, наверное, эти дал, чтобы мы вот такие вот были. Нет. Нет? Это от греха всё. По грехам. Это всё греховное состояние. То есть сначала Ева согрешила грехом, а потом Адаму внесла вот эту заразу. Слушай, а у меня вот и тут... Я, конечно, такую тут выдала версию. У меня сестра в ухо кресте говорит, ну ты вообще чокнулась. А я говорю, вот смотри, мы с ней разговаривали. Я говорю, Адам с Евой согрешили. Ева ему яблоко предложила. Я говорю, а Господь, мне кажется, их не за это из рая выгнал. Она говорит, а за что? Я говорю, а за то, что когда они пришли к Богу, я говорю, Адам не прикрыл свою жену, а всё на неё свалил, что типа это она мне дала, и я съел. Яблоко. Причём, откуда взяли яблоко, если вообще об этом плод написано? Ну... Плод. Почему яблоко-то? Ну, плод, да. У всего есть плоды. У любого дела есть плод. Господь говорит, по плодам их узнаете. А, вон как. Что? Что за плоды? Понятно, я уже... Рай... Рай, я же... У меня был где-то ролик, я... Если простоте, рай можно сравнить с библиотекой, да? Рай – это не то, что там один сад, но он их привёл в сад, потому что сад – это как библиотека. Он им сказал, вот, учитесь. Мы не знаем, что это за деревья, и как они себя представляли там. Адам, возможно, это были источники знаний. Тайны вселенной познавал Адам. Вот. Но он говорит, вы от всякого вот этого источника берите знания, но вот от того, от древа познания добра и зла там не берите. Ага. Потому что когда возьмёте оттуда знания, вы тогда узнаете, что такое плохое и хорошее. Ага. Потому что плохое к тому времени уже было, уже сатана уже не спал с неба, он уже был низвергнут. Вот. Поэтому людям нужно было возрастать в хороших знаниях и уподавляться Богу, чтобы он мог сотворцом стать, чтобы он мог помогать Богу в создании вселенной, к примеру. Ага. Вот. В созидательстве вообще. А Ева пошла там, Бога запретила, она тайком подошла там, раз и взяла эти знания, узнала все такое плохое и хорошее. Здесь она узнала о грехах, что можно сказать неправду, да. О, ничего себе, дай-ка я попробую сейчас. Подошла к Адаму и говорит, Адам, на, попробуй, какое знание какие хорошее. А он говорит, а Бог же запретил. Она говорит, а кто сказал, правда ли? Змей сказал, что не запретил. То есть взяла его, тут же обманула. Понятно. Он ещё-то чистенький был. Она его уже... То есть она первая наполнилась вот этой мерзостью, грехами всеми наполнилась. Не всеми, конечно, тогда были какие-то определенные грехи. А потом уже до сегодняшнего дня мы возрастаем вот в этих мерзостях, в этих грехах. И вот уже вот это число беззакония, число вот этих грехов, оно до неба дошло уже всё, оно наполнило всё пространство, всю Вселенную наполнило. Уже терпения нет никакого. Вот. А то, что Господь же и спрашивает, вы откуда узнали, что вы наги, да? Они же ходили, как дети. Но всё равно, что когда вот сегодня дети бегают, там 3-4 года он бегает, там задница из головы ему там всё равно, да? Да, да, да. Ну, наступает возраст, он какой-то раз уже стыдится начинает. Ага. Ну, то есть, чем больше грех не возрастает, вот это познание, да? Слушай, а Бог, вот он уже знал, наверное, что так всё будет, когда вот это вот дерево создавал добра и зла? Или... Эти вопросы уже, они не касательны, мы их не можем касаться. Ага. Потому что, потому что есть такие вещи, которые нам не дано понять, мы не можем это понять. Бог, Бог это знал, понимаешь? Он знал это. По какой причине он знал? Ну, это не значит, что создавать это не надо. Ему так надо. Он знал, что ему надо будет пойти распяться, понимаешь? Он тоже это знал. Ага. И что же, он во вред себе, что ли, начал делать? Конечно, тут работают другие законы, другое понимание. Поэтому нам этого не понять и как бы не проникнуться. Это вот после смерти мы получим такое свойство, и всё сразу мы поймём. Понятно. Вот такие у нас вопросы у женщин возникают, такие какие-то. Иной раз батюшка говорит, нельзя такое спрашивать. Это очень хорошо, что возникают, интерес есть. но, понимаешь, не в том дело, что ты знаешь или не знаешь. Дело в том, что ты интересуешься. Вот в чём важность. Понятно. Вот такие у нас вопросы у женщин возникают, такие какие-то. Иной раз батюшка говорит, нельзя такое спрашивать. Это очень хорошо, что возникают, интерес есть. Но, понимаешь, не в том дело, что ты знаешь или не знаешь. Дело в том, что ты интересуешься. Вот в чём важность. Мне вот звонила два дня назад, весноватая одна. Кричит, уже не знают, её сдают и в психушку, там, муж и дети, сын, дочери, по-моему, такие уже. Взрослые. Отдают её в больницу, отвозят, диагноз ставят, что ничего, никаких болезней не доходит. А она кричит, задыхается, всё. До этого состояния она была, ну, занималась вот этим колдовством всяким. Сатане, дьяволу поклонялась. Я говорю, ты ей благодари. Я говорю, благодари за то, что Господь разум не отнял. Ну, дал ей ссылку, там женщина одна тоже занималась, гадалка. С ума, они же в большинстве своём с ума сходят. Я говорю, тебя, значит, Бог любит, тебе разум ещё есть для покаяния. Слушай, мы видели такую, знаешь, где, в Гаденово, ездили в Гаденово, когда, там вот где крест явился с неба, всё. И вот мы там увидели женщину, она прям реально бесноватая, она там скакала по храму, кричала, и она кричала, что вы мне, старые, не нужны, она там на священника, на монаха, иди отсюда, ты старик, мне нужны ваши дети, мне нужна молодёжь, вот прям орала. Это разные виды беснований, другое совсем, она находится в полном разумении, там, ну, достаточно такая грамотная женщина. А это уже, понимаешь, их вот такие бесноватые, они есть и притворяются, и всё. Там совершенно другое, там видно, что... Она причащаться не может, получается, если она бесноватая, или она может и причащаться? И всё равно. И на бесовы ничего не действует, никакие кресты, там, ни причастия, ни вода никакая. А есть реальная возможность освободиться ей от этого беса как-то, покаянием там? Она говорит, я и у протестантов была, и всё, а они мне говорят, вот ты освобождена кровью Господа и Солнца Христа, ты освобождена, ты не болеешь, у тебя всё хорошо, держись, понимаешь? Ну, они же как протестанты, всё, ты кровью Господа омыты твои все грехи, и ты всё, ты уже спасён, там, и всё такое. А у нас, у нас другая вера, у нас суть, она другая, и тебе нужно понять, что Господь посылает тебе вот это как в наказание, и ты должна научиться благодарить Господа за это, принять вот это. Она мне плачет, кричит, я не могу больше, что мне делать, тут уже муж ходит, заткни, да сколько ты, ты сколько уже нервы трепать будешь, что дочь уже, да и телефон у неё отнимает, то есть она, она по людям, видно, бегает, и вот так вот, она более нестерпимая, и задыхается, вот он её, видно. Она говорит, да мне вот, мне нельзя говорить, кто это, я говорю, ты мне скажи, кто тебе имя его назовет, кто тебя, мне нельзя, говорит, его имя говорить, то есть у неё, видишь, связь с этим бесом есть, она его обречать не хочет, ей надо признать, как бы, поблагодарить Бога за это, она не понимала, что ей делать-то, куда ей, где ей искать спасение-то, понятно. Сейчас-то ей хоть какой-то ракурс, да, указал, и уже, она уже увидела там, свет в конце тоннеля, ей полегче. Протестанты, они понимают, что болезни, что болезни за грехи подаются, я говорю, у нас другая вера, что болезни нам подаются для очищения, наоборот, для пользы эти болезни, и это надо осознать, тебя Господь наказывает этой болезни, подаёт её, и только после её принятия, этой болезни, и благодарения Господа за эту болезнь, это как лекарство подаётся. У меня тоже были болезни, и вообще, с детства была болезнь по почкам, почка была опущена, вообще, прям, прям после вторых родов, вообще, над входом в малый таз. Это надо распределять, просто эти болезни. Есть болезни, подаваемые именно за грехи, а это болезни, они, это наследственная бывает, такая расположенность. А так я хочу сказать, что оно на место вернулось. Вот, понимаешь, я к Богу пришла, сколько уже времени, вот это, я на неё не думала вообще, про эту почку, мне поставили хпн, там, хронической почечной, я не думала ничего. А тут просто чисто пошла думать, да надо хоть проверить, 15 лет я уже даже УЗИ не делала, я и делаю, а она на месте. Хотя мне сказали только пришивать её. А как она на место приползла на своё, я не знаю, только если не Господь это. Это Господь делает, я тебе просто говорю, то, что следствие болезни, надо определять следствие. То есть бывает, именно за грех подаётся, как в очищении плоти болезнь подаётся. А бывает, что она или врождённая, это по, как это, ну, по наследственности такая. Ну да, за грех, да, ты прям там уже чётко была, у меня тоже такая болезнь, и ты там уже чётко понимаешь, что это тебе за грех, и даже понимаешь, за какой грех. И прям каешься, поэтому говоришь, Господи, прости меня, я не буду. И какое-то время, да, и Господь убирает и эту болезнь. Может быть, даже и не уберёт её, может быть, даже человек остаётся с этой болезнью, но важно её понимать и благодарить за неё, за эту болезнь. Я понимаю, для чего ты мне дал, и я её принимаю как лекарство. Это, понимаешь, этим вот самым, вот наша вера православная отличается от других вер. Этого больше нигде нет. Знаешь, да, у вас болит, вас смиряют, вас бьют, вас гонят, вас это, а вы радуетесь. Вообще, что за чеканутая, да, такая вера в вас там по-всякому, а мы ещё и радуемся. Кто мы? Ты много таких видишь, чтобы благодарили за болезнь? Не-а. Так я тебе чего? Ну, есть, наверное, такие, я думаю, есть много таких людей, которые благодарят. У меня вот сестра в Христе болеет. Но она бесконечно вот болит, болит, вот здесь всё болит, шея болит, всё не спрашивает. Она всё читает, смотрит, там, чё у неё, чё с ней. Я говорю, оставь, забудь. Вообще, хорошо, что болит. Чё-нибудь болит, если у тебя это хорошо. Не-а, как будто в об стенку горох. Какое хорошо, надо найти, чё со мной, надо МРТ сделать. Почему у меня опухли глаза, что-то не то. Я всё проверила, всё обследовала, всё у неё хорошо. Нет? И знаешь, у неё уже был как последний вариант. Я говорю, иди в храм, иди в храм, иди покайся, иди причастись, пойми. Сходила. Звони. Ничего, у меня всё равно не помогает. Мне и это не помогает, у меня глаза не прошли. Ну, короче, думаешь уже, Господи, помилуй, бесполезно. Ну, всё, ну, чё, отступаешь просто в сторону и вообще на волю Божию, пускай и как. Вот это, вот это тоже от этого учения, опять же, и надо и самой понимать, то, что пора отходить от этого. Скоро Господь придёт, понимаешь, Господь придёт судить живых и мёртвых. Проповедуется живое, чистое Евангелие. Ангел вот летит по небу и он всему миру уже собирает на жатву. Жатвы идут жнецы, то есть колосьи в отдельное будут, храпы складывать, а плевелы в другие. Уже определяются в этом мире божии и небожии люди. И уже говорить, иди в храм, об этом уже не надо говорить, потому что иди в храм, это никуда иди. Иди за угол сходи. Это ни о чём, понимаешь? В храм нужно идти только человеку, который знает Бога, который рождён от Бога. Вот ему туда надо идти, а другим там делать нечего. Они не поймут, зачем туда надо идти. Они не понимают. Они не понимают. Она шла, чтобы глаза вылечить. Я тебе говорю, а зачем ты её туда посылаешь? Ты же понимаешь, что она не божий человек. Зачем ей туда? Зачем ты её туда посылаешь? Знаешь, такое всё равно какое-то, опять же, чувство своё. А вдруг, ну вдруг как-то вроде какая-то она вот может... Да не будет. Это, ну и не надо вообще на это рассчитывать. Что вдруг-то? Господь везде, всё Евангелие пропитано по вере твоей. Везде, везде Господь говорит, по вере твоей, по вере, по вере, понимаешь? Везде Господь, если исцеляет, Он говорит, веруешь ли ты, хочешь ли ты исцеление, веруешь ли ты, вера должна быть. Не вера в твоё исцеление. Ну, конечно, в это тоже должна быть вера, а вера в то, что Бог тебя исцелит. А люди Бога совершенно не знают, как они могут поверить. Да, также вон, ну не то, что спорим, а мне там говорят, там вот в это, в чаше Антихрист, как ты можешь причаститься. Я говорю, если вы верите, что там Антихрист, у вас там Антихрист. Я говорю, я верю, что Господь, я знаю, что Он по вере вот сделает, что Он там действительно. Об этом, если говорить уже о каких-то чашах, о причастии, это уже в последнюю очередь надо. Это уже самое-самое в сто последнем моменте говорить. Сегодня только живого Бога исповедовать надо не о каких-то свечках, никаких иконах, никаких чашек, об этом вообще и на языке не должно быть. Только живое евангельское слово. Причащаться же надо. Причащаться, это после всего, понимаешь, это молча делается. Подошли, все причастились к крови, это делают только как это, истинные христиане, преданные Богу, которые знают Бога, понимаешь, подошли, причастились, это все молча, и об этом они не говорят никому. Причастие, это как между мужем и женой, понимаешь, акт такой происходит, акт их любви. И это происходит между любящим Бога и Богом. Но ни в коем случае с улицы вырвать, в постель затащить в свое, его, понимаешь. Это можно так понимать. А-а-а, я не думала. Так, совсем. Вообще, да, конечно. Ой, спаси тебя, Господи, ты меня вообще столько всего открываешь, это просто такая кладезь, это вообще бесценное, и все. Это не я, это Господь тебе говорит. А, Господь, через тебя. Вообще. Господи, какая я тупая. Все, вообще, ничего не знаю. Слово живое. Я почему объявил, не то, что я говорю о книжке, там, открой и читай, да, там, слова какие-то, читай. Я же не о книжке говорю, а именно о промысле Божьем, что приготовил Господь для людей, чего мы должны постичь, пока мы на земле находимся, к чему призывает нас Господь. Это же все, на самом деле, это все просто, просто об этом надо узнать, и все, и принять в сердце свое. А на самом деле, это все просто. Знания нужны, и людям нужно подать вот эти, узнать, и подать людям эти знания. Понимаешь, они же ходят, они бедные, им никто об этом не говорит. А говорят-то о чашках, об этих, об свечках, да и о мощах говорят, и все. Это точно. Спасибо тебе, спасибо Господи, спасибо Христос, Сережа, что ты меня вообще просвещаешь, Господь через тебя. Я уж думаю, я думал, ты знаешь все это. Ты спрашивай это. Если есть вопросы, набери вопросов и спрашивай, что тебе непонятно. В этом нет ничего там, зазорного или какой-то, я там знающий, понимаешь. Потому что без этих знаний, спасения нет никакого. Это жизненно важно, это как воздух, ты должна знать. Это ничего, не то, что там я тебе там, ты меня напрягать будешь, я должен тебе это говорить, понимаешь. это моя обязанность. Если у тебя есть вопросы, ты звони, мы будем их разрешать. Есть, а на самом деле какая-то, да, вот эта ложная стеснительность, вроде не хочет. Стаси Господи. Ну все, с Богом тогда, да? Давай себе спичкай. С Богом. С Богом.